Алибис Но однажды ее жизнь полностью изменилась. На местном поле для гольфа Ронда познакомилась с Филиппом Окле. Некоторое время они просто дружили, но потом приняли решение жить вместе, поскольку отношения перерастали уже во что-то большее, чем дружба. Вскоре они поженились, и Ронда стала мачехой детей Филиппа от предыдущего брака – 15-летней Дженны Окле и 13-летнего Дэвида Окле. Хотя Джена и Дэвид проживали со своей матерью в Индиане, в апреле 2016 года они оба переехали в Кентукки. Семья была счастлива. Они уже представляли, как будут отмечать праздники в кругу такой большой семьи. Для всех них началась новая жизнь. Но никто даже не догадывался, что счастье продлится всего 4 месяца. Примерно в 16.00 1 сентября 2016 года 13-летний Дэвид приехал домой на школьном автобусе. Когда он вошел на кухню, он услышал, как внизу лают три семейные таксы. Он пошел в подвал, чтобы посмотреть, что вызвало волнение у домашних животных. И к своему ужасу обнаружил Ронду, лежащую на полу неподвижно. От испуга он побежал к соседям, чтобы позвонить в службу 911 и своему отцу. Филипп позже вспоминал, что мальчик так сильно плакал, что часть слов невозможно было разобрать. На место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили 52-летнюю женщину, мертвой, с несколькими рваными ранами, на шее. При обыске в доме власть обнаружили мусорное ведро, наполненное рвотной массой, а на кухне в блоке для ножей отсутствовал нож. Не было никаких улик, указывающих на взлом или ограбление. Исчезли только нож и машина Ронде, белая Honda Civic 2014 года. Всем стало очевидно, что, скорее всего, причиной расправы была месть. Но кому могла перейти дорогу женщина, которой все восхищались? Через несколько часов после изучения дома Филипп сказал следователям, что его дочь Джену тоже нигде не нашли. Ранее, в тот же день, директор школы девочки позвонил Филиппу, чтобы сообщить ему, что его дочь не появлялась на занятиях. Мужчина тогда предположил, что, возможно, она осталась дома, поскольку заболела. Но теперь он и следователи опасаются, что ее исчезновение может быть связано с убийством Ронды. Вдруг тот, кто убил женщину, похитил девочку. Позже на допросе у Филиппа спросили, если кто-нибудь, у кого были причины нанести вред его семье. Недолго думая, мужчина поделился подозрениями насчет 20-летнего Кенета Найя, с которым его дочь Джена познакомилась, когда жила со своей матерью в Индиане. Когда Филипп и Ронда узнали об их отношениях, они запретили девочке общаться с парнем и забрали ее мобильный телефон. Филипп даже позвонил Наю и пригрозил вызвать полицию, если тот продолжит встречаться с дочерью. Кенет пообещал разорвать отношения. Джена, в свою очередь, согласилась подчиниться правилам отца и мачехи. Однако, обнаружив, что Ронда мертва, а его дочь пропала без вести, Филипп опасался, что Найя во всем этом замешан. И вот теперь у полиции появился первый потенциальный подозреваемый. Власти узнали, что за день до убийства Кенета уволили из армии, после того, как он намеренно провалил тестирование. На тот момент он находился в штате Колорадо. 31 августа Кенета доставили в аэропорт, и он планировал вернуться в Индиану. Однако, он изменил свой маршрут и вылетел в аэропорт Блуграсс в Лексиктоне, штат Кентукки. Полиция связалась с аэропортом и смогла получить записи с камер видеонаблюдения. На записи можно увидеть Кенета, одетого в черную футболку и джинсы. Также при нем был рюкзак и спортивная сумка. После того, как полиция обнародовала информацию о пропаже Хонда Цивик, водитель Uber приехал в участок с заявлением. Он сообщил полиции, что забрал Кенета из аэропорта около 15.00, 31 августа и высадил возле дома в Хьюстонвилл-Роуд. Позже в полицейский участок поступил звонок. Еще один свидетель сообщил, что видел Джену в супермаркете 1 сентября. Полиция получила записи с камер наблюдения из супермаркета. На них видно, как Хонда Цивик Ронде въезжает на парковку. Внутрь входят два человека – мужчина и женщина. Кенета опознали по его футболке, которую он носил накануне, а Джену опознал ее отец. Изучив видео, детективы пришли к выводу, что Джену не была там против своей воли. Но они все еще не понимали, какую роль играла девочка в убийстве Ронды. Полиция смогла установить трекер на телефон Кенета. Но проблема была в том, что он постоянно выключал и включал свой телефон. Это мешало определить точное местоположение пары. Тем временем детективы продолжали общаться с Филиппом. Он рассказал еще об одном тревожном моменте. Незадолго до убийства Ронда нашла журнал Дженны, когда стирала белье. Внутри лежал лист бумаги, на котором был план убийства ее, Филиппа и Дэвида. В плане перечислялись следующие шаги. Сначала нужно убить Филиппа с 4 до 5 утра, перерезав горло ножом. С 6 до 8 утра убить Ронду в ее спальне, а затем убить Дэвида в его комнате. Она также написала, что ненавидит их, но, к счастью, они скоро умрут. 3 сентября по трекеру на телефоне удалось отследить местоположение Кенета и Дженны. Они находились в штате Нью-Мексико. Детективы связались с местным отделением полиции, а те, в свою очередь, смогли обнаружить белую «Хонда Цивик» в том месте, где указал трекер. Прежде чем они успели уехать, пара была арестована. Кенет признал, что машина принадлежала Ронде. Его доставили в местную окружную тюрьму, а Дженну доставили в местный центр содержания под стражей несовершеннолетних. 5 сентября 2016 года в ожидании экстрадиции из центра содержания под стражей в Нью-Мексико Кенет Най повесился. Его срочно доставили в больницу для лечения, где он оставался в критическом состоянии. Его камеры власти обнаружили предсмертную записку, в которой он взял на себя всю ответственность за убийство и попытался оправдать Дженну от любой причастности. Следователи экстрадировали Дженну в Кентукке. Там она призналась в убийстве мачехи. Она рассказала, что перед смертью Ронды Най тайно провел ночь в ее комнате, а на следующий день она решила прогулять школу. Они провели весь день, сидя в подвале. Около трех часов дня Ронда пришла домой и спустилась вниз. Най спрятался в спальне, пока Дженна и ее мачеха ругались из-за прогула школы. Позже ссора переросла в драку. Дженна пыталась задушить мачеху, и именно тогда Най вышел из комнаты и помог ей в этом. В результате чего женщина потеряла сознание. Затем они затащили ее в спальню. Дженна взяла с кухни нож и несколько раз ударила Ронду в шею. После убийства парню стало плохо, и его вырвало мусорный бак. В итоге 15-летней девочке было предъявлено обвинение в убийстве первой степени. А Най после шести недель искусственного жизнеобеспечения скончался от полученных травм. Когда Дженна наконец узнала о его смерти на досудебном слушании, она расплакалась и начала кричать. В защиту достигла соглашение о признании вины за непредумышленное убийство первой степени. Дженна была приговорена к 10 годам лишения свободы с дополнительными 5 годами за кражу автомобиля Ронды. Она будет иметь право на условно-досрочное освобождение в 2034 году. Это дело ужасно, как и все остальные убийства. Кажется, Дженну не заботило то, что она сделала с Рондой, со своим отцом и ее детьми. Наверное, если бы Филипп и Дэвид были дома в тот день, их тоже могли бы убить. Ведь она планировала это давно. Это не было спонтанным решением. Это было преднамеренное убийство. А что думаете вы по этому поводу? Делите своими впечатлениями в комментариях. А также, если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также у меня есть Бусти, через него при желании вы можете поддержать канал финансово. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Берегите себя. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин